Мощный ливень вновь ударил по нашему району. Капризы природы в этот раз ощутили на себе жители майского сельского поселения. Оповещение о возможности затопления население получило еще вечером 2 июня. Но никто не предполагал, что паводок будет столь сильным. Вода массивными потоками стекала по улицам. Около 6 часов мы получили информацию о том, что со стороны Натырбова и Унарокова идет сильная вода. Мы предприняли те меры, которые могли принять. То есть мы предупредили людей тех районов, тех улиц, которые подвергались в данном случае подтоплению. Это вот данный переулок Виноградный, улица Набережная, улица Молодежная. То есть те улицы, которые всегда подвергались подтоплению. Вода пришла, к сожалению, очень поздно и гораздо в большем объеме, чем мы ожидали. Подтоплено было 4 улицы. Улица Молодежная, вот этот переулок, вы видите, сейчас за мной идет вода, эта вода уже сходит. Поток воды был очень большой. Жителей 4 улиц поселка Майский затопило. Вода пробралась во дворы, подвалы и даже дома. Всего в зоне подтопления оказалось 69 подворий и 7 домовладений в хуторе Красный в поселке Майский. Техника активно работает. 10 единиц осенизаторских машин плюс компы, МЧС. Спасибо им большое. Очень активно нам помогают. Организовали пункт ПВР, доставку чистой питьевой в бутилированной воды. Техника не уйдет, пока работы не будут завершены. Распотребнадзор, санкредстанция здесь уже работает. Завтра начнем хлорировать колодцы и откачивать септики. Вода практически, в принципе, уже, вы видели, сошла. Работа идет в штатном режиме. С раннего утра здесь была организована работа по скачке воды с приусадебных участков и расчистке водоотводных каналов. Впоследствии разгула стихии устраняют специалисты МЧС Адыгеи. В 7 часов мы получили информацию о том, что подтопило придворовые территории в сельском поселении Майском. Незамедлительно была выслана оперативная группа гарнизона и оперативная группа главного управления МЧС России по республике Адыгея. Начали стягивать все силы и средства. Всего на территорию были сосредоточены более 70 человек и более 25 единиц техники. Из них МЧС составило 25 единиц техники и 25 человек и 7 единиц техники. Работы проводились по откачке воды, проводились по... Оперативная группа регулировала работы всех сил РСЧС по откачке, по работам по обеспечению санитарных норм, по проведению замеров. Все работы организованы, проблемных вопросов в настоящее время нет. Вода потихоньку уходит, а работы по откачке воды проводятся. Будет оказана адресная помощь всем людям, особенно нуждающимся. Это социально незащищенно в любом населении. Глава республики Мурат Кумпилов посетил пострадавшие населенные пункты. Глава региона побывал в домах, пообщался с жителями и утвердил план действий по ликвидации последствий. Вода с придомовых участков практически сошла. В этом большую помощь оказались специалисты службы спасения и задействованная ими необходимая техника. На наиболее пострадавших участках на данный момент работают специалисты ведомственных служб, сотрудники сельской администрации, неравнодушные жители. Продолжается подвоз дезинфицирующих средств и бутилированной питьевой воды в необходимом количестве. Разрушений домовладений из-за потопления нет. Переселение граждан не требуется. Режим ЧС снят. В пострадавших населенных пунктах работают административные комиссии, продолжается подворовой обход, мониторинговые группы фиксируют нанесенные стихии ущерб. Эту информацию глава района Заурха Мирзов опубликовал в своем телеграм-канале.